Всем привет, наши друзья! С наступающим вас Рождеством! Мы тут на всех парах готовим. Готовимся к праздничному застолью, к рождественской трапезе. Сейчас съездим в храм на службу. Мы сегодня ели на ночную службу. Вот сейчас последнее приготовление. Салат я заправляю майонезом. Это оливье с мясом. Я больше люблю с мясом. Мне что-то колбасой не очень нравится. Добавляю майонеза немного. Мы вообще не особо едим майонез. Но салат без майонеза, сами понимаете, что это вообще ерунда получится. У нас сегодня будет два салата. Это вот такое оливье с мясом. И еще один салатик. Это вот здесь вот он находится. Ой, господи, мы его уже заправили. Сейчас попробую его открыть быстро. О, получилось. Это с фасолью, сыром, огурчиком, грецким орехом и тоже чуть-чуть майонезом. Выложим в красивую тарелочку. Ой, беспочек. И будет красота у нас. Вот. Значит, на гарнир у нас, как ни странно, дети так наелись картошки за пост, что они попросили к гарниру гречку сделать. Но дело барское. Я и сделала гречку. Она там стоит уже все сваренная. Ну, вам ее не буду показывать, интересно. На мясо. У нас на горячую. Смотрите, значит, у нас здесь мясо. Не хочу его открывать. Тут, значит, мясо, кусочки телятина с помидорчиком и сверху натертый сыр. Натертый сыр сверху. Мне кажется, это будет очень вкусно. Тем более после поста дети просто будут восторговать. И еще, сейчас как раз буду доставать, покажу вам, что еще у нас. Что у нас тут еще пыхтит во все. Во все, короче. А вот еще курочка у нас подоспела. Вот так в рукаве сделали курицу. Но голени курицы, конечно, выглядят они так себе. Но мне кажется, они будут очень даже вкусненькие. Нет, горяченькая пока еще. В общем, там голень курочки в майонезике. И специи мы добавили. Должно получиться вкусно. Но во всяком случае, она курочка мягкая. Так что и курочка, и мясо. Все как надо. После поста разгоримся. И еще есть у нас кое-что. Сейчас я вам покажу. Пока дети там заняты. Я приготовила уже посуду. Видите, чашечки, печенчик, сок у нас будет. Цветочек мой любимый. Я так люблю вот этот цветок. Пуансеттия называется. Он такой рождественский, праздничный. Только единственное, горшок кокнули мы. Но ничего, пересадим. В ближайшие дни куплю пересадим. В общем, у нас есть традиция на Рождество. Мы детям ставим большую коробку конфет. Это хорошие конфеты, вкусные, шоколадные. Некоторые дети у нас не едят шоколадные конфеты. Они едят мармелад. Так что есть тут и мармеладные, всякие разные конфетки. Красная шапочка, маска, все дела. Мишки косолапые всякие. Темные. Ну, всякие конфеты разные. Видите, целая миска огромная. И в этот день дети могут есть конфет сколько хотят. Они этого дня ждут просто целый год. Потому что они говорят, мама, мы можем есть целый день конфеты? Я говорю, да, может. На самом деле дети обычно съедают 5-6 конфет за раз. И им этого достаточно. Они больше в них не влазят. Это вот по моим детям. Может быть, потому что они живут мыслью, что они целый день могут подходить к этому тазику и кушать конфеты. Но конфет у нас хватает. Вот остается до Пасхи реально. Вот эти конфеты, они остаются до Пасхи. Если, конечно, к нам не приедут какие-то супер многодетные-многодетные там с 10 детьми. Ирочка, привет! Вот. Мы угощаем, конечно, всегда конфетками. Ну, тогда не хватит до Пасхи. А так до Пасхи их хватает. И за Рождество они их не съедают почему-то. Так что вот такая у нас традиция. Ездить ее очень любят, ждут и ценят. А еще я хотела с вами поделиться. Я сделала вот такие интересные подставочки для свечки. Купила в пятерочке по 19 рублей вот такие подсвечники. И свечки за 19 рублей. У них сейчас там скидки. Ну, тут кое-что поделала сама. И получилась вообще красота. Мы вот сегодня на стол поставим парочку свечек. Елочку поставим. И у нас будет прямо Рождество, Рождество. А еще сейчас я вам покажу, как мы натренировали нашего Мартина. Какие он у нас команды знает. У нас есть вот такая коробочка специально для вкусняшек. Этот наш молодой человек, он уже все знает, что это за коробочка. Видите, уже сел, ждет, сидит. Сейчас я вам буду показывать, что мы умеем. Да, Мартин? Если он не подведет, конечно, меня. Сейчас побольше надо взять. То это обжора сейчас за раз две штуки съест. И глазом-то не моргнет. Голос! Вот молодец. Ты мой, надержи. Лапу давай. Нет, дай мне лапу. Вот молодец. На, скорей, на. Моя ты радость. Лежать, Мартин. Мартин, лежать. Мартин, сидеть. Сидеть. Лежать. Вот, умничка. На, скорей, на. Встань. Сидеть. Голос! Лежать. Продолжение следует... Продолжение следует... Со всякими вкусняшками, холодец у нас тут, вот салатики, мясо, курочка, еще салатик. Сейчас принесем еще гарнир наш и нарезочку с колбасочки, сыра и будем уже праздновать. Зажжем свечки и будем праздновать. Вот он, Дед Мороз, пришел. Мне дети оставили открыточку здесь, смотрите, какую красоту это делала неурочка. Видите, какая красота? Дед Мороз с мешком подарков. Так, ладно, надо мне быстренько их разложить, пока мои там в машине меня ждут. Не забудь забрать подарок. Так, сейчас наши мешки с подарками будем быстро раскладывать. Ну, вот так вот, пока мои детки с папой сидят в машине, я быстренько выполняю роль Деда Мороза. И очень надеюсь, что они чем больше, тем лучше будут верить в это чудо, в это волшебство. Ну, старшие, конечно, они уже знают все, они уже догадываются. Ну, а малыши, вот дошкольники, они все верят, они так ждут, у них такие глазки прям сверкают, когда они говорят об этом. Поэтому я с большой любовью раскладываю вот так вот это все и надеюсь, что деткам все понравится. Ну, а вы, друзья мои, просто стали свидетелем того самого волшебства из детства. Дед Мороз, ничего не забыл. О, еще одна открыточка, смотрите-ка. А то не поверят, что Дед Мороз был. Видите, смотрите, какая. Мэри Крисмас, дорогой Дед Мороз. И сделай так, чтобы у нашей семьи все было хорошо. Прекрасно, тише написал. Ну, еще одну открыточку тоже берем. И все, последний штрих. Это не урочки от Деда Мороза. Повторяйте, да, на стол. Она у нас очень любит цветочки. Сейчас я вот так уберу книжечки, чтобы все сделать на цветочках. Вот Дед Мороз, я оставила кусочек радости такой. Ну, а мы на службу поехали, ребят. Вообще забыла, это же подарок мне, любимого моего. Сейчас я его спрячу, я люблю, как его разыгрывать. Сейчас я его куда-нибудь спрячу подальше, чтобы он не нашел. Смотрите, как классно я придумала. Я же не буду его разыгрывать. Все, и не видно ничего. А муж мне подарил, смотрите, какие сережки красивые. Муж не выдержался и подарил мне вот такие красивые сережки. Вот будут красивые. Сиять теперь будут красивые. Давайте, заходите. Так приятно смотреть на такие счастливые глаза. Дети просто в восторге. Даже Мартин, смотрите, он так ждет покорно свой подарочек, когда ему его вручат, всучат, я не знаю. А дети ждут, когда можно будет открывать скорее подарки. И видите, какие они довольные, счастливые, все все разворачивают. Ого, какой класс, Нюра. Поль, знаешь, что это такое? Это вешают туда колечки всякие, браслетики. Нюрочка, смотри, смотри, там еще для Анечки какой-то подарочек. Нет, это для тебя. Папочка, а ты свой подарочек нашел, пап? Пропустите папу. Алеша, покажи, какая у тебя игрушка, ничего себе. Обалдеть. Папочка, давай-ка, теперь ты поищешь свой подарок. У Калины больше, как у меня, только другая. У меня со временем. Я думаю, Дед Мороз не искал легких путей, так что будь внимателен. Мама, смотри, кружечка. О, смотрите-ка. Кружечка. Ну, давай, давай, открывай. Мама, смотри. Илюш, покажи, какая кружечка у тебя замечательная. Ну, все, мам, смотри, сколько у меня подарков. Ого, Нюра, ничего себе, вот это да. А Феденьки, а Феденьки дали подарок там? Найдите для Феди подарочек малышный. Федя, на, скорее. На, малыш мой. Секунтик. Держи, Федя, подарок. Откройте кто-нибудь, Федя, помогите ему открыть. На, Федя, Федя, смотри. Пока машинку, Федя. А, дай, вот это, что лежал, и он открыт голубой. Смотрите, у Феди какая машинка. Феденька, на. Федя, вот он, вот он, вот он. Мама, я уже манкуню как-то доставляю джек-классик. Да? Ну что? Ну, вообще, Алеш, какой у тебя динозавр. Пап, помоги, схема там у него, видишь? Ну, какого? Какие? Какие подарки. Мартин. Мартину подарок понравился ему. Дед Мороз принес косточку. Да, Мартин? Мартин, Мартин. Мы тоже взглянемся. А это че? Ну, дети, с Рождеством Христовым вас. С Рождеством. Да, папуль? С Рождеством. Подарок свой не распаковал, да? Ну, давайте кушать, мои хорошие. Вы в храм съездили, да? Да. Подарки вам понравились? Да. У всех много подарков? Да. Да. Вот, а тут малыши разбирают свои подарочки. Давайте же, я сейчас помогу. Не собрать вам все. Покажи динозавр. Огромный динозавр. Ой, ну он у тебя добренький, Алеш, да? Ты видел? Он у тебя добренький. Привет. 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 А у Нюрочки там красота какая. Смотрите, у нее цветочки здесь. И вон у нее лего здесь тоже она собирает. Ну, довольны вы подарками? Да. Это динозавр, да, малыш? И слон тебе понравился? Нет, динозавр все-таки больше нравится. Федя, он на тебя почему-то похож? И на Алешу похож. Щекастенький такой тоже, да, Алеш? Федя. Федя, ты дорвался до волшебной коробки? Скажи, пока не знаешь, что с ней делать, с этой коробкой. Скажи, очень много всего блестящего. Давай, кушай. Конфеты это вкусные. Малыш, с Рождеством тебя, малыш. Вот такое Рождество у Феди. Дорогие мои друзья, я вас всех поздравляю с Рождеством. Наконец-таки этот праздник светлый настал. И надеюсь, что он у всех прошел хорошо. Все порадовались. С вами буду я прощаться. Укладывать детишек спать. У меня, не видите, кто-то еще доделывает что-то из подарков. Кто-то уже спать пошел. Все утомились. Но радостные и довольные. Пойду я их тоже укладывать.